А если мужчина все-таки начинает развиваться как личность, он становится сильным, то когда наступает такой момент, что у них начинается вот это соревнование по сильнее семье, и оно заканчивается тем, что или семья разрушается, или женщина уступает вновь в другое. Потому что если мужчина начинает развивать себя как личность, то он не позволит женщине и понугать с собой, чтобы она, как бы не жаловит, он не позволит это, и будет препятствовать этому всей своей силе. В конце концов, семья или разрушится, или женщина уступит. Также существуют две тяжелые гармии мужчин. Первая тяжелая гармия мужчина называется по мужскому типу. Он склонен быть сильным, склонен быть деятельным, склонен учиться жить по-мужски, то есть зарабатывать, становиться каким-то активным человеком в обществе, иметь свою специальность, иметь свое внутреннее развитие. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что он очень грунт по природе. То есть ему очень тяжело правильно обращаться с женщиной. То есть он по природе очень гневливый, грубый, жесткий по природе. Как вы думаете, какой он жену себя найдет? Обличие, у которых склонны сидеть дома, во-первых, в ряду, то, что мы говорили. Она будет у него жену на отношениях, он будет доминировать, и он будет властвовать, пытаться над ней, она будет страдать. Он тоже, конечно, будет страдать от этого всего. Но как бы он будет пытаться очень сильно воздействовать, как бы на нее пытаться сломить ее вот эту волю, она будет страдать от этого всего. Теперь вы спросите, Алик иначе вообще не бывает, что мужчина имеет хороший характер, женщина имеет хороший характер, и у них сразу все более-менее нормально складывается в жизни. Бывает, но в наше время очень редко. Почему? Потому что сама культура, в которой мы живем, не способствует развитию личности. Допустим, если бы люди с детства работали над собой, если в школе нас учили не математики, физики, химии, а учили, понимаете, человек до 11 лет, до полового созревания должен развивать свой характер. Он не должен осваивать слишком много дисциплины. Он должен работать над характером. Он не должен работать, не должен заниматься развитием умственной деятельности, как это требуется от детей. Даже можно видеть, что дети не склонны к этому. В раннем детском возрасте, там, до 9 лет, им вообще очень трудно все это изучать. Всякие химии, физики, математики. Но они склонны развиваться к личности. У них есть эта склонность пытаться понять, как правильно себя вести, то есть как отношения, они смотрят на отношения родителей в это время. И дети должны нравственно развиваться до полового созревания. Потому что после полового созревания у ребенка уже нет возможности развиваться нравственно. Половая энергия настолько сильно начинает действовать на психику, что человек в этом возрасте, если он неокреп, до полового созревания ребенок неокреп, психически не стал стояким в утрене, то ему очень трудно справиться с половой энергией. И у него начинается вот эта болезнь. Болезнь, которую мы называем болезнью teen age или переходного возраста. Ну то есть болезнью, в которой девочки худеют, пытаются худеть, ведут себя очень капризно, пытаются и быть независимыми от родителей. Они хотят ходить на дискотеке, уменьшаться с мальчиками. Молодые ребята наркотики употребляют или начинают пить с молодого возраста, или хотят уже с 13 лет сексом заниматься. Ну то есть это означает недоразвенность. Понимаете? Недоразвенность. Молодые люди развиваются недоразвительно нравственно, и поэтому, соответственно, карма обостряется плохая, усугубляется. Характер становится еще хуже, в этом критическом возрасте он еще больше портится. Он и не так не развивался в детстве, его никто не развивал, а так как начинает боловая родина очень сильно действует, у ребенка еще сильнее он начинает портиться. И поэтому мы по факту, культура нашей цивилизации, она идет вот к этому усугублению отношений, когда уже люди вместе, понимаете, когда человек один живет, еще как-то это сглаживается. Но когда мужчина и женщина начинают жить вместе, после вот этого вот периода счастья, которое длится до 3 лет, начинается веселая жизнь. Почему? Потому что характер-то не готов к семейной жизни. Человек не способен переносить трудности все, которые мы описывали, что люди начинают очень глубоко погружаться друг в друга, у них возникает привязанность, они хотят расслабляться друг с другом. А психика мужчины, она, как мы говорили, имеет противоположную природу женскую. Женщине очень тяжело это все терпеть. То же самое мужчине женскую психику тяжело терпеть. Но ситуация, допустим, в Латвии в этом плане еще лучше, чем, допустим, в Швеции. Потому что дальнейшее усугубление кармы мужчины и женщины таково, что женщина настолько становится чувствительной, что она не может уже жить с мужчиной вообще. Она не может переносить мужское начало. Или она, видите, первый вариант женщины, она настолько чувствительна, что не может жить с мужчиной. Второй вариант женщины, она становится настолько, ну, как бы, по мужскому типу развитой, что она не может уже переносить мужчин вообще. Она с ней полностью как липки находится. И в результате эти два типа женщин находят друг друга. У них наступает счастливая семейная жизнь. Понимаете? То же самое мужчина. Один тип мужчин, это мужчины, которые грубо сядут. Они настолько грубыми становятся, что ни одна женщина с ними уже жить не может. Понимаете? И второй тип мужчин, это мужчины слабохарактерные, которые склонны сбиваться, склонны, ну, как бы, не работать, вести такой праздный образ жизни. И чаще всего они находят эрективных женщин, жен себе, которые очень активно работают. Тея слабохарактерные. Мужчины часто сидят дома, готовят, стирают, убирают. Вот. И жена приходит с работы, и ей начинают говорить, ты поесть не приготовил? И так далее. То есть, она оборота. Получается. Такая веселая жизнь. И вот эти два типа мужчин тоже могут встретиться друг к другу в какой-то момент. Сугубление судьбы, когда идет. И причем это все, то, что я вам сейчас рассказываю, это все не является чем-то таким вот, то, что легко исправить. Понимаете? Вот я изучал эту тему, люди реально не могут, просто женщина не может жить с мужчиной. Просто не может. У нее нет силы. Вот хоть ее убей. Понимаете? И поэтому в этих странах, там, в Америке, в Европе, начинают специальные законы для таких людей создавать, которые бы дали им возможность как-то выживать в обществе. Узаканивают, вот эти однополы и браки. Понимаете? Ну, то есть, создают ситуацию, в которой люди могут так жить. Я не помню, где то ли в Швеции, то ли в Швециалии, или в Кутле немножко. Там есть такая, сейчас даже закон, пытаются принять, чтобы детей воспитывать так, чтобы у них не было понятия «он» и «она». А? В Швеции, да? «Он» и «она», то есть, закончили «он» и «она», все дружки, и дружки все, короче. Мальчики могут в рюках, они девочки в штанах. Вот это уже, это не является культурой, это антикультура по факту. Это антикультура. Но насколько трудно человеку поменять вот это вот и стать настоящим, нормальным, я вам сейчас расскажу на примере одного молодого человека, которого я наблюдал в течение нескольких лет. Он слушал мои лекции, и он был вот в таким неправильной ориентации. И он ко мне подошел, сказал об этом, что я хочу нормально жить как человек. Мне надоело уже вот это все. Я говорю, давай будем пытаться работать в этом направлении. И ему несколько лет понадобилось, чтобы просто отказаться от этих отношений. А потом еще пару лет понадобилось, чтобы привыкнуть к мысли, что им придется женщина жить. Но это не просто на самом деле. Это очень тяжело для таких людей вот поменять это все, потому что так действует судьба. Она очень тяжелая у них. И что касается всех остальных, кто в принципе готов жить с противоположным полом, нормально в той жизни, то все равно большинство людей может быть показано, что для большинства людей период тяжелой кармы неизбежен в жизни. Он наступает обычно через 3-4 года в совместной жизни. Лучше, если он наступает раньше. Хорошо, если он наступает сразу. Это значит, что он пройдет 4-5 лет, и он наоборот закончится и будет хорошо. Хорошая жизнь. Но если он наступает позже, то есть через 4-5 лет, то тогда он будет длиться где-то 6-7 лет. Такой тяжелый период, когда люди чувствуют, что они устали, друг от друга надоели. И причина, знаете, в чем заключается? В том, что веды такую концепцию утверждают, говорят, что на самом деле семейные отношения не могут сами по себе развиваться. Так как отношения мужчины и женщины сотканы из эгоизма, из эгоизма, поэтому они портятся, так же, как продукт, который не лежит в холодильнике. Он портится. Понимаете? Портится. Отношения тоже киснут между мужчиной и женщиной. Почему? Потому что у нас в культуре нет возможности их очищать. Точно так же, как мы чистим зубы с утра, мы должны чистить свой ум. Ум чистится возле молитвы. Человек должен молиться, понимаете? Он должен совершать молитву каждый день и очищать свои отношения со всеми, кого он знает. Я так живу. То есть я вам это рассказываю не понаслышке. Я это делаю каждый день. Я даже прежде, чем прийти сюда на лекцию с утра, я провожу молитву два часа обязательно. Хотя, допустим, вчера мне пришлось сократиться, но я все равно сегодня с утра совершил свою молитву и очистил отношения даже с теми, кто приходит на лекцию. То есть мое внутреннее чувство очистил ко всем, кто находится здесь. Потому что у вас могли быть по отношению ко мне какие-то тяжелые мысли. Может, вам мой нос не понравился или очки. И не знаю, то есть какая-то причина все равно в жизни, что можно плохо подумать о человеке. Да? Либо в интернете там светлые начитаются, тем не менее. Еще что-то. И как бы это так, как у нас с вами близкие отношения, потому что надо очень глубокие отношения. Поэтому я все чувствую и мне надо очиститься от этого для того, чтобы любовь с теми, кто меня слушает, продолжала жить. Понимаете? То есть отношения всегда нужно очищать, потому что есть ошибки в отношениях. Муж с женой тоже они как-то отношения строят, но с утра надо их очищать с помощью молитвы. Допустим, вы получили стресс на работе. У вас испортились отношения. Стресс означает осквернение. Испорченные отношения. Испортились отношения с сотрудниками. Они очищаются с помощью внутренней жизни. Вот смотрите, допустим, у нас испортились отношения. Мы встречаемся с кем-то, я встречаюсь с этим человеком и пытаюсь отношения наладить. Он улыбается, говорит, да, да, я согласен, все хорошо, ну, спасибо. Отношения наладились? Ну, как вы думаете? Милый не наладились, внутри у него все равно осадок есть, все равно плохое чувство. Почему? Потому что они не налаживаются с помощью беседы, отношения не налаживаются с помощью беседы, отношения налаживаются с помощью внутренней жизни. А мы даже не понимаем, что это такое сейчас. Мы даже не понимаем, что тут внутренняя жизнь Нас не учили, у нас нет этой культуры в внутренней жизни. А именно во время внутренней жизни человек устанавливает сердечное отношение к другим человекам. Сердечное отношение устанавливается. Я проводил анализ среди своих слушателей причин страданий после смерти близкого человека. Ну то есть мы плачем, когда уходит близкий человек. И знаете, какой анализ, что показал? Хотите, я вам не скажу? Я не знаю, что я буду длительным. Анализ показал, что люди в основном страдают, потому что они не успели сделать что-то важное для близкого человека. Они страдают, потому что мы еще, ну я не успел как бы для тебя что-то сделать. Что наши отношения прошли зря. А как у тебя? Кого из вас ушел близкий человек? Недавно близкий? От чего вы страдали? Вот именно так было, да? Да. Знаете почему? Потому что на самом деле внутренняя жизнь, которую мы должны вести по отношению близкого человека, она должна оставить в сердце светлую память о близком человеку. Ну что значит светлая память? Я глаза закрываю, вспоминаю близкого человека. Я должен вспоминать его светлую память. Самое лучшее о нём должен вспоминать. Но когда глаза закрываем, мы что вспоминаем? Он меня обижает или вообще не может вспомнить его. То есть нет отношений вообще никаких к сердцу. Некоторые говорят, я не могу, что ты его вспомнил. Значит у вас в сердце нет с ним отношений, у вас только в постели есть с ним отношения. Вы не чувствуете человека, не понимаете значит. Я вспоминаю с обидой, он меня замучил. Значит отношения портятся, они воняют уже. Почему они воняют? Потому что нет молитвы, очищающей отношения. Отношения не очищаются в беседе. Это поверхностная жизнь. Беседа – это поверхностная вещь. Отношения между людьми строятся в основном в сердце. И сами по себе они в основном портятся. Вот если человек прожил, допустим, пять лет, отношения стали хуже, чем с первого дня. Потом ещё хуже, потом ещё хуже. Почему? Потому что каждая плохая карма, которая выходит из сердца, откладывает отпечаток чувства неприятные, представляет о человеке. И это чувство растёт постепенно. Что делать с этим чувством? Нужна молитва, которая очистит чувства по отношению к человеку. Я очень много об этом говорю на своих лекциях. Поэтому сейчас мы будем уже принимать экзамены. Скажите, кто уже это делает? Вот очищает свои чувства по отношению к близким человеку во время. Какой результат? Вы подключили светло, это чувство к человеку? Уже получилось. А вот мне интересно, с мужем у вас изменилось отношение? Не замужем? А кто замужем? И так, девушка. Да не мужчина такая. Женщина хорошо, открыта. Так? Кардинально всё с ним, это вообще не было. Но с мужем улучшились отношения? А вы выясняли с ним отношения? Раньше раньше. И вы улучшились. Видите? Вот в этом смысле. Смотрите, одни люди молятся и улучшают отношения. Просто потому, что они молятся, отношения улучшаются. А другие люди постоянно выясняют отношения и пытаются их улучшить с помощью слов. Но это не работает системой. Почему? Потому что, когда мы начинаем разговаривать у человека, его голос, его интонация передают карму, по языке кармы. А эта карма мне причиняет боль. И эта боль вызывает во мне равновесие уходит. И я не могу уже общаться с ним с любовью. Я начинаю свою обиду ему высказывать или ещё что-то и понеслась. Всё заканчивается другими простоми. Поэтому, видите, вот этот традиционный способ наладить отношения – садись, поговори. Ну, поговорили. Ну, допустим, не ругались. Есть правило, как не ругаться, чтобы поговорить. Есть правило. Надо договариваться. Женщине надо объяснить, что она не должна эмоционально говорить. И она должна рассказывать о том, что ей трудно, о своих трудностях. Она не должна говорить, в чём он не прав человек. Она говорит, что ей трудно воспринимать. В чём её трудность она должна говорить. Она не должна указывать на близкого человека. Она должна говорить о своих трудностях, но без эмоций. Спокойно. Потому что начинаются эмоции, и они вызывают у мужчины перегрузку психически. Дальше. Мужчина должен говорить без назиданий, просто объяснить свою позицию. Должен объяснить свою позицию и говорить, в чём у него трудности, не указывая на недостатки жизни. Это называется разумная беседа. Понимаете, беседа с позиции разума. Потому что есть эмоциональная беседа, когда они пытаются эмоциями доказать, что я прав и не прав. Это вообще никогда не работает система. Но даже в этой разумной беседе, когда мы всё объяснили друг другу отношения, не улучшаются. Просто люди проясняют, куда нельзя ходить. Они проясняют, что там нельзя ходить, там с ней по шкафу пойдёт, больно будет. Вот и туда нельзя. Они знают, где им нельзя пересекаться, чтобы было больно. Они просто как бы, ну, более безопасными отношениями делают. Но в любви от этого не увеличивается. Любовь увеличивается только в молитве. Вот в этом, когда ты внутреннюю жизнь ведёшь по отношению близким. «Посидим, помолчим, может всё пройдёт». Да? Видите? «Посидим, помолчим, может всё пройдёт». Не «Посидим, повыясняем отношения, может всё пройдёт». «Посидим, помолчим, может всё пройдёт». «В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю, вдруг чувствую, как любовь любимая рука, берёт я ж на руку маю. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чём виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд». «Посидим». Понимаете? То есть люди помолчали, помолчали два часа, и начали общаться. Видите, как здорово всё оказывается, всё просто. «Мне ведь хочется-то сказать правду». «Хочется её сказать». «Вот в этом вся проблема, мои хорошие». «Вот он же и не знает правду о себе». «Ну как же он не знает, если ты ему каждый день говоришь об этом?» «Как же он не знает?» «Ты его уже задолбала эту правду уже». «Но он не слышал её?» «Конечно, не услышал». «Потому что, когда мы с эмоциями обвиняем человека, у него включается разум в это время. Человек не может услышать правду о себе, если мы, если это делается в обнимительном тоне. Видите, говорят, разум не работает в энергетике боли. Когда человеку больно, у него разум включается. Разум работает, когда человеку хорошо, когда у него внутри спокойствие, он может понять, чего от него хотят. Но спокойствие означает очень сильно доверительное отношение, очень сильное уважение, очень сильный запас любви. Вот насколько мы можем выяснить отношение? Объясняю. Мы в молитве увеличили запас любви вот настолько. Да? У нас было вот столько, ниже уровня, да? Стало вот столько. Вот теперь, если у нас у обоих вот доверие друг к другу вот настолько выше, мы можем не навязчиво, не навязчиво поговорить. В результате этого запас любви уменьшится. Но понимание, чего от меня хотят, увеличится. Но если у людей нет запаса любви, они говорят и делают еще хуже. В результате наступает скандал. Некоторые люди, они думают, что человек может другого кого-то понять. Вот, допустим, женщина говорит, «Ты понимаешь, что я не устал уже». «Устал». Как вы думаете, кто-то понимает? Почему он не понимает ответ? Потому что он не женщина. Это женщина. Женщина поймет. Мужчина не поймет. Он в него другая со всей психикой. Во-вторых, он не понимает. Потому что, когда человек чем-то наслаждается, он не может понять, что другой в чем-то нуждается. Как был такой елалаш. Вот фильм. Еще тут оно. Там два мальчика стоят. Один кушает бутерброд. А другой смотрит на него. И тот, который смотрит, говорит, «Если бы у меня был бутерброд, я бы обязательно с тобой поделился». А второй мальчик смотрит и говорит, «Жалко, что у тебя нет бутерброда». У них как по-разному мышлению вытекает. Когда человек испытывает наслаждение, ему очень трудно понять нужду. Тоже еще один анекдот. Два друга встречаются. Один такой разбогательший, весь полненький такой, другой худой. И он говорит, этот разбогательший, говорит, «Ну как ты живешь-то?» Тот говорит, «Да тяжело, не доедай». И тот посмотрел на него и говорит, «Надо себя заставлять». Даже трудно понять, что человеку может не хватать пищи. И не хватает понимания, потому что у нее совсем другая жизнь. И когда женщина обижается на то, что мужчина не понимает, «Я не могу сейчас улыбаться ему, потому что у меня нет настроения для этого». Мужчина не понимает, потому что мужчина может с помощью своей воли поменять настроение. А женщина не может. Такова разница психических функций. Женщина не может поменять настроение. Вот у нее хорошее настроение – значит хорошее. Плохое – значит плохое. Она не может менять настроение. Она может поддерживать то, что есть. Поднимите женщину, которые могут менять настроение. Видите? Вы можете. Ну вот видите, одна из всего задов. То есть вы можете менять настроение, когда вам плохо совсем. Можете сделать, чтобы было хорошо. Как это переводится в позитив? Подсмотрите, видите, я специальность не завел этот разговор. Знаете почему? Для того, чтобы она ее запомнила. Вот когда она будет замужем… Так не получится. Да, так не получится. Сейчас объясню почему. Так не получится, сейчас объясню почему. Потому что сейчас вы свою энергию любви направляете на себя саму. У вас есть силы, понимаете, жить. Поэтому женщина, когда она одна, она естественным образом расцветает. Она становится как круто. Ну, вся из себя. Такая хорошенькая. Почему? Потому что она замуж хочет, она одна. Немного энергии женской скопилось, некуда девать. И как только она увидит мужчину, она сразу в раз настроение меняется. В лучшую сторону. Само собой. Но когда женщина замужем, и у нее еще здесь дети, то вот представьте, энергия любви, то есть психическое состояние квартиры поддерживает только женщину, а мужчину не поддерживает. Этой женской энергии. Квартира вся состоит только из одной женской энергии. Это ей не надо там поддерживать энергию любви. Надо выключить все новые энергии, чтобы не было, иначе будет мешать. Вот женщина поддерживает энергию любви всю квартиру. И когда она у них кончилась, эта энергия кончилась, и тяжело уже стало, сразу в квартире что происходит, все чувствуют что-то не то, и все знают, кому обратиться хоть не будут. Дети начинают маме поарестовать, беспокоить, муж туда уже подходит, говорит, что он делает, говорит, я тебя не трогаю, что ты ко мне пристаешь. Видите, и сил изменить что-то нет, потому что женщина, когда она живет в семье, у нее есть муж, есть дети, она постоянно вот этот тонус наслаждения и счастья в отношениях с близкими людьми, поддерживает свои силы внутренне, хотя сама об этом даже не знает, это чисто женская функция. Поэтому мужчина приходит домой, что происходит с ним? Он приходит к жене домой, что происходит с ним? Дальше. Дальше. Раз. Расслабило сразу. Почему расслабляет? Потому что вот так действует энергия женская. Дома она очень сильна, женская энергия дома сильна очень. Дома есть мужская энергия? А? В холодильнике? Маловероятно, там ваша мужская энергия есть. Если вы думаете, что там ваша энергия есть, возьмите в холодильнике и переставьте все как-нибудь. Придете, и потом там будет опять переставлено назад. Как было. И даже у мужчины есть свой стол, как бы, на котором он работает, он говорит, что ничего не трогает. Но если ему куда-то уехать, надо там, допустим, на пару дней, он приезжает, там уже все по-другому, как надо. Смотрите, в квартире кроватка женскую энергию имеет или кровать какая-то? Или такая вся? Мягенькая такая? Какая? Мягенькая в узорчиках, да? Женская энергия. Штурки с флагами нет? Нет, они в узорчиках. Обои с флагами? Нет, все в узорчиках, да? Все такое, да? Женская энергия. А в каком детстве, у мужчины, у женщины, у женщины, у женщины, у женщины, у женщины, у женщины? Вторая. Какая вторая? Мама. Мама, когда. В это говорится, сорок мужчин могут жить в одной комнате большой. Никаких проблем. Никаких проблем. Потому что мужчина, он не метит территорию. У него как бы, ну, нет в природе вот этой склонности отвоевывать свою территорию. Он как бы привыкает, у него есть кусочек для жизни, и он там живет, привыкает к этому. Но женщина, если куда-то приселяется, она метит территорию. Она сама расставляет все на этой территории и следит, как там стоит. И дай Бог, кто-то переставит. Но если появляется еще одна женщина, в ведической культуре считается, что есть только одна женщина в доме. Это старшая женщина. Все остальные помогают ей. Ну, то есть, если мама есть в доме, значит, она женщина. И она приходит и начинает помогать. Живёт денег, приходит и начинает помогать. Надо с ней договориться, чтобы она не помогала. Но будет война все равно. Если две женщины живут в одной квартире. Допустим, некоторые умудряются жить на одной кухне, на двух хозяев. То есть, одна семья, вторая и одна кухня между ними. Вот это веселая жизнь. Надо на столе прочертить черту. Где часть территории? Иначе будут такие проблемы. Одна будет ставить стакан в бак, другая будет ставить стакан в бак. Одна будет увеличивать свою территорию, другая – свою. Начнутся скандалы, обиды и страшно-страшно будет. Очень тяжело. Почему так? Потому что женщина отвечает за квартиру. У неё энергия заботится о квартире. Она защитную энергию увеличивает в квартире. Она развешивает различные обереги по квартире. То есть, она защищает квартиру. От всех-всех неприятностей. Такова функция жизни и природа такая. И это хорошо. По этой причине женщина не может менять настроение. Она израсходовалась в настроении. У неё плохой период. И она не может уже поддерживать хорошее настроение в квартире. Пропадить всё пропадом. В это время она не хочет убираться, нигде. Ей очень тяжело всё делает. И мужчина должен понять, что батарейки кончились у неё. Надо ей помогать. Пришёл с работы, помог немножко ей там как-то. Она будет благодарна. Построение отношений в наше время. В чём особенность? Если мужчина очень грубый, женщина очень обидчивая, то значит женщина должна увеличивать чувство в своём собственном достоинстве. Она должна учиться быть наравне. А мужчина должен стараться быть мягче. Если женщина по-мужски себя ведёт, много работает, мало в доме и проводит. Мужчина у неё обычно попадается наоборот. То есть он очень мягкую психику имеет, мягкую природу. Больше дома находится, меньше на работе. Такая женщина должна меньше стараться работать и увеличивать семью, вкладывать силы. Хоть ей будет очень тяжело это сделать. Потому что вот эта вот карма, женщина много работает, мужчина очень мягко характерный. Вот это вот уже карма труднопреодолима. Это уже жёвая карма в личной жизни. И женщине вот изменить в себе вот эту вот склонность к независимости и развитию внутреннему вот этому, социальному, очень трудно победить, потому что она не понимает, она боится по-другому жить. Понимаете, у таких женщин у них настолько слабая женская энергия, что они не доверяют, что мужчина может её здесь защитить. Вот в чём сила женщины заключается? Сила заключается в том, что она точно знает, что у неё всё будет хорошо. Вот сильные женщины вообще не работают. Они не ходят на работу, и они не зна работают. Почему? Потому что она настолько сильна в энергии любви, что она знает, что её в юности защитит отец. Он не даст, не обязательно ей работать, потому что он её сильно любит, будет её содержать. Потом её будет защищать муж от этих проблем. Так как женщина, если очень много любви у неё, то она находит сильного мужчину. Сильный мужчина нуждается в такой женщине, которой много любви. Они находят друг друга, такой сильный мужчина говорит, «Ты дома будь, не надо тебе работать, будь дома, я буду работать». Она дома находится, такая женщина. И она вкладывает свою любовь и благословение в мужа. Муж в результате сильно развивается как личность в обществе. Почему? Потому что у неё есть поддержка вот эта женская вся. Её сила вся на него идёт. Но если женщина имеет плохую карму, то она не может благословлять мужа. Она всю энергию тратит на работе. Она приходит домой, а по факту где женщина работает? Дома. А где она отдыхает? На работу. Зачем женщина ходит на работу? Чтобы отдыхать от той нагрузки психической, которую она испытывает дома. Поэтому женщина и хочет на работу пойти для того, чтобы отдохнуть от этого всего. И поэтому на работе что ей нужно, чтобы было? Нужно, чтобы можно было поболтать с подружками. Раз. Нужно, чтобы можно было перекусить. Два. И нужно было, чтобы можно было пораньше уйти с саду. Три. Это главное условие для женщины работать. Если этих условий нет, с подружками не поболтаешь, перекусить нельзя, и упая раньше уйти, значит плохая работа. Плохая работа. Не буду там работать, потому что я не могу там работать. Плохая работа. И как по факту начальник должен себя нести на работе, когда с женщиной женский тратит? Он должен прийти и сказать. Дорогие девочки, работайте сколько можете. На зарплату это не повлияет. Видите, как бы то, что я сейчас сказал, является сказкой, да? Потому что так не бывает. Бывает? Ну вот видите. Это у кого так бывает? Ну вот видите, нормально. Ну то есть, вот женщина ищет такую работу в себе. Еще также женщине нравится работать там, где есть возможность заботиться о детях, там, где есть возможность преподавать, что-то рассказывать. Женщине нравится работать с теми слоями общества, там, со старичками заботиться о них, нравится с детьми. Ну вот такие виды деятельности. Обучать. Это женская деятельность приносит женщине счастье. Такая деятельность. Готовить женщине тоже нравится. Такая работа с женской природой. Такая работа с женской природой. Женщине руководители, что делают? Кто скажет? Я хочу видеть в глаза все. Кто скажет? Вы, да? Почему вы спросили? У вас есть некая женщина? Жена? Мама? Нет. То есть вот я сейчас сама отвечу на этот вопрос. И вы приедете и скажете, мама, тебе надо вот так вот жить, понимаешь? Так как ты так не живешь, поэтому ты страдаешь. И не скажете. Сама дойдет, да? Знаете, что делают женщине руководители? Должна стать матерью. Женщина руководит с помощью любви. Даже в энергии руководства для женщины есть природа женщины. Она может быть руководителем по природе женщин. Так же, как мужчина. Нет проблем. Есть целые царицы, которые управляют целой страной, да? По-женски. Женская природа означает природа матери. Женщина должна быть матерью. И тогда она может управлять ее целой страной, как мать. Что значит управлять, как мать? Она находит мужчин очень активных, которые полностью защищают ее от всех проблем. И она не решает сама эти проблемы, она заставляет их решать. Она сама не наказывает никого. Она заставляет их наказывать. Но она сама всех вдохновляет. Она говорит, что они хорошие. Надо хорошо себя вести и все делать, как надо. Допустим, кто-то не делает, как надо. Она его вызывает, говорит, тебе придется делать, как надо, иначе тебя накажут. У нас у Василия Петровича очень строгий. Если ты не будешь делать, как надо, он тебя накажет. Может, даже выгодно тебя сработает. У женщины есть природная склонность к дипломатии. Она способна дипломатически решать все вопросы. Поэтому, когда женщина управляет, это жесть. Если она управляет, она действительно способна быть, как мать. Никто не может сопротивляться. Женщина, когда управляет, суши весом. Почему? Потому что будет жесткая директивная система управления. В реакции нет никаких. А? Ну, это не крайность. Это нормально. Потому что у женщины, у нее склонность к власти намного выше, чем у мужчины. Просто она это скрывает. Мне это не видно внешне. Но любая женщина, она на самом деле своей психикой постепенно украшает мужчину. Мужчина впадает в зависимость от жены. Хотя внешне он выпьет как на старше. Он командует ей. Но он зависит от нее. Есть такая притча. Один наставник сказал своим ученикам, сделайте шаг вперед те мужчины, которые зависят психически от женщины, от своей жены. И все мужчины сделали шаг вперед кроме одного. Один остался. И он подошел в этот наставник и сказал, если ты не зависишь от своей жены, не зависишь от своей жены, значит у тебя практически уровень святости. Потому что мужчина не зависит от энергии любви только святой человек по факту, который энергией любви от Бога впитается. Он уже не зависит от энергии жены. Потому что энергия любви – это самая большая нужда для каждого человека в этой жизни. И женщина излучает эту энергию, поэтому мужчина попадает в зависимость от нее, от жены. И он говорит, если ты не зависишь от жены, значит ты практически уже достиг совершенства в жизни. И он спросил, почему ты не сделал шаг вперед? И он сказал, знаете, мне жена не разрешила. Она сказала, если так вот будет такая ситуация, не надо мне делать шаг вперед, не унижайся. Спасибо же, что я хочу. А все остальное спасибо, что я хочу. Я хочу, что я хочу. Я хочу, что я хочу. Я вас люблю. И Бог вечеринок молниен. Душа и моих дарствами. Да пусть она вас больше не позволит. Да? Да. Хорошо, если женщина, актерша, очень целомудрена. Потому что, когда женщина очень открыто ведет себя перед аудиторией, это может быть опасно для ее судьбы. Кто-нибудь может любиться в нее, поклонники могут появиться. Поэтому, если она ведет себя правильно, она очень четко знает дистанцию с мужчинами в жизни, она может быть актером, да. Есть такие люди, очень уважаемые такие актрисы, очень уважаемые. Это старые закалки актрис. Сейчас актрисы обычно становятся настолько развращенными, что мужчины не знают, что с ней делать уже. Это new age. То есть новый способ жизни вообще. Сейчас на западной культуре многие люди, когда здороваются, целуются с людьми. Мужчина, женщина чужие целуются, потому что они друзья. Ну просто здороваются, целуются с людьми. У вас целуются, нет? А? Нет? Да. Когда я был в Лох-Анджелесе, там вот так делали. Я когда приехал в Америку, попытался, ну как-то вышел из самолета, меня встречали. И одна женщина подбегала, подбежала, такая как, Олег Геннадьевич, я так вас ждала. Такая обнимает меня уже, сейчас целовается на вас. Я говорю, знаете, мне жена не разрешает целоваться с чужими женщинами. Так раз, так раз, так раз. Ее это отразило. Потому что, когда женщина целует чужого мужчину, она даже не подозревает, что у него есть жена в это время. Но, когда вдруг оказывается, что у него есть жена, это готов. Придается, как бы, какая-то трезвость какая-то. Вот сейчас, сейчас вот такая тема в жизни людей, как бы, что можно кого-то проклясть, допустим. Иногда люди говорят, меня сглазили, испортили, прокляли. Где-то говорится, что без оснований проклясть нельзя человеку. Если ты ничего плохого не сделал, я его не буду проклянать. Но если женщина бросила мужа, он может ее проклясть. И чаще всего он думает, где за это ответишь. Это называется проклятие. Но раз она сделала так, значит ей придется отвечать. Особенно, когда из его сердца это выбралось. Когда женщина, допустим, прицеловала чужого мужа, жена может так тоже в сердце у нее вырваться. Или, допустим, она, она изменяет, ну то есть она живет вместе с ее мужем. С мужем, да? То есть любовница, да? Она любовница. И жена узнает, что у мужа есть любовница. Ей достаточно просто подумать. Ты за это ответишь. И любовница немедленно несет наказание. Даже если она ее не знает, имеет значение. Эта энергия мысли, она находит сразу человека и немедленно наказание вступает в силу. Ко мне как-то подошла одна женщина и говорит, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Почему? Я посмотрел, я по левой руке, и его рука связана с семейной жизнью. Смотрел на левую руку и говорю, у вас сейчас есть отношения с мужчиной, и они разрушают вашу возможность выйти замуж. Она говорит, ну я однокая женщина, и вот пока я одна, у меня есть любовника. Что делать? Не надо как-то быть счастливым. Я же не могу все время отношения. Я объяснил, что когда сердце женщины занято, никогда мужчины не появятся в другом. Это невозможно. Любовник означает сердце занято, все. Невозможно, никто не сможет с ней устанавливать семейные отношения. Для этого два сердца должны быть свободны. Она говорит, что же мне делать? Я уже к нему привыкла. Я ей объяснил, что если вы просто силой не разрушите эти отношения немедленно, то если эти отношения пройдятся еще хотя бы пару лет, вы уже никогда в жизни не выйдете замуж. Потому что сила проклятия уже настолько большая, ну на вашей судьбе же такая печать сильная, что вы даже если захотите выйти замуж уже не сможете потом. Потому что, ну, это называется проклятый человек. Проклятие есть или нет? Есть. Но это всегда имеет основание. Причину какую-то имеет. Не так, как эти бабки говорят, вас влазили там, испортили. Такого нет. Это все глупый спрос. Ну вот это есть. Наказание есть такие. Когда человек наказывает судьбой по воле трудного человека. По воле трудного человека. Вы знаете, это просто влияние судьбы так случилось. Это не то, что ее проклятие. Это положено по судьбе. Я вижу вашу девушку. Вижу. 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 здоровье. Я когда посмотрел на ее судьбу, увидел ее прошлую жизнь в мужском деле, что она там удворяла, я объяснил это еще циклочек по своим тем, что удовлетворяли прошлую жизнь. И вам очень повезло. Понимаете? То есть это тот просто закон, так работает с темой, ничего не сделаешь. С этим ничего невозможно сделать. Что заслужил, кто и получил. И мы даже не знаем, что мы заслужили по факту. Мы не знаем, что у нас там закармливали. Мы не знаем, что у нас там закармливали. Мы не знаем, что у нас там закармливали.